Я приветствую вас на канале Вика Пешвер вязание крючком и спицами. Наступил 2022 год и сегодня уже январь. Представляю вашему вниманию это видео. Сегодня я поделюсь с вами планами на этот год. Также покажу, что я связала в предыдущем году. Ну и все. Далее посмотрим. В своем блокнотике для ютуба я прописала некоторые планы на этот год. Все тайны открывать не буду, расскажу лишь о некоторых пунктах. Итак, начнем с основных направлений. Я не стала расписывать миллион целей и спецзадач, а решила остановиться на трех основных направлениях, в которых я буду работать на канале youtube. Первая и думаю многими желаемая цель это набрать 1000 подписчиков. На момент съемки этого видео у меня 333 подписчика. Три троечки. Всех люблю, обожаю. Спасибо, что вы со мной. Зовите друзей. Будем вязать вместе. На этот год 1000 очень хочется. Будет или нет посмотрим. Я буду стараться проявлять активность, полезность, интересность. А там увидим. Помимо 1000 подписчиков нужно иметь 4000 часов просмотра видео. Тоже важный момент для монетизации канала. Очень хочется, я думаю, каждому. Это намек на то, что люди должны не просто прийти, но заинтересоваться, больше смотреть видео. А чтобы они больше смотрели видео, видео должны быть интересными и полезными. И они в принципе должны быть. Их должно быть много. А много у меня пока сложности. Поэтому будем работать над этим вопросом в этом году тоже. И третье направление это продумать и реализовать в своих видеороликах единый стиль публикаций. Лично мне очень нравится, когда видео узнаваемо. Допустим, по каким-то превьюшкам, по оформлению, по голосу, может быть, по персонажу блога. Я подумаю над этим и постараюсь проработать это в этом году. Такие основные три направления. Думаю, у многих они есть, но дальше этих направлений я двигаться пока не буду. Это огромные такие цели на год. И я подумала, что в прошлом году, когда я начинала чуть более активно снимать видео на мой канал, я участвовала с девочками в совместных проектах. Очень интересные проекты, очень полезные. Я много чего навязала, много с кем познакомилась и до сих пор подписана на девочек. И не только девочек, а умудренных опытом женщин 18 лет, у которых есть чему поучиться. Интересно посмотреть, что они вяжут. Я подумала, что, конечно, в течение года, если я захочу участвовать в каких-то совместных проектах, я буду это делать. Но с учетом количества моего свободного времени для хобби, думаю, не так часто. Пока таких совместных проектов я не вижу для себя. Но я решила, чтобы как-то поставить себя в рамки того, что нужно снимать видео, я для себя определила ряд рубрик, которые будут выходить с разной периодичностью. Допустим, у меня будут сезонные рубрики. То есть весна, лето, зима и осень. Я определила, что по сезонным рубрикам я буду вязать определенные сезонные вязаные изделия. Причем, как меня научил носочный проект один, нужно это делать намного заранее. Так как вяжу я медленно, бывает выпадаю из графиков. Поэтому я сдвинула все сезоны на сезон до и еще на месяц пораньше. Ну, думаю, когда я буду снимать видеоролики, вам будет все понятно, о чем я говорю. Пока я прописала для себя... Январь я как бы не включаю в сезонное вязание, так как только-только начала прописывать планы. Немножко перебрала свои запасы пряжи, что я уже связала, что еще мне нужно связать, уже докупить. Так как два года расхламления вещей и пряжи дали свою выгоду, так скажем, да, освободились места, освободились идеи, новые проекты и так далее. Для себя я придумала эти рубрики, так скажем, это мои личные марафоны. Если захотите присоединиться, вам понравится идея, вы, конечно, можете взять эту идею и применять в своем блоге просто для себя в своем вязании. Но я не буду называть это совместным проектом. Просто можете наблюдать за этими процессами, поддерживать меня. Если вы будете делать что-то подобное, пишите мне, я поддержу вас тоже. Так, это что касается сезонного вязания. Я вот все подсматриваю в блокнотике. Далее я выделила месяцы определенных инструментов, которыми я вяжу. Пока не буду говорить, что за инструменты. Ну, допустим, в феврале это крючок. Затем, так как сейчас очень популярны короткие видео в вертикальном формате, я решила попробовать поснимать их тоже. Тем более в ТикТоке небольшой опыт у меня есть. Там около 7 или 8 видео. В принципе, интересно. В общем, попробуем и такие видеоролики. Я так поняла, что их можно загружать и на YouTube в виде YouTube Shorts, но они будут видны через мобильное приложение лишь. Поэтому ждите. В ближайшее время я буду их выпускать. Какие-то будут просто обзорные, какие-то будут интересные, какие-то смешные. В общем, посмотрим, куда меня унесет создание коротких видео. Я уже давно снимаю мастер-классы на узоры. Имя пестрит, конечно же, YouTube. Но свои мастер-классы я так и не решаюсь выложить. Поэтому потихоньку буду их выкладывать. Не там раз в месяц, не раз в неделю, а с какой-то периодичностью. Те узоры, которые я вяжу в изделиях. Не просто узор и положила квадратик или образец, а именно узоры тех изделий, которых я вяжу. То есть образцы перед своим крупным вязанием. И буду сохранять это в узоры. Так как сама есть у меня секретный плейлист, где я сохраняю различные техники и узоры. И там я их подсматриваю. Почему бы не создать это в моих плейлистах и подсматривать за собой спустя какое-то время. Я думаю, это поможет мне и повторять изделия при желании. Там будет все записано и снято. А также в свое время, когда я проводила онлайн-марафон, так скажем, по рукоделии, у меня были две идеи о продолжении этого марафона. Но как-то не сложилось, времени не было. Желающих, откликнувшихся, тоже было совсем мало. И я это дело успешно забросила. Но идеи остались. Я решила, почему бы не поснимать тогда по этим идеям видео и что-то поделать самой. И эти две идеи... Я не буду пока рассказать подробно, что это. Просто назову, как они... Я для себя называю эти рубрики. Это этника и мужское и женское. Как это будет, вы увидите дальше в видео. В следующих видео. И, конечно же, в Instagram тоже в предыдущем годах я проводила для себя личный марафон. Называется «Волшебный пендель». Я решила его возобновить в формате YouTube. Так, но прописала его, так скажем, не ежемесячным, а квартальным раз в три месяца. Про волшебный пендель немножко расскажу, но он будет чуть позже. Что я делала? Мы знаем, что рукодельницы, помимо того, что хомячат свои моточки, пряжи, инструменты, кто шьет, вышивает, плетет бисером и так далее, там еще больше. То закрома рукодельная, это еще и различные журналы, книги, мастер-классы, хотелки, вязалки, сохраненные в Instagram, различные скаченные журналы, фотографии, купленные в мастер-классы, но не связанные. Я решила все это дело почистить и отказаться, может быть, от каких-то идей, которые уже не актуальны для меня, оставить те идеи, которыми я горю и, наконец-то, частично их выполнить. Я делала так раз в месяц, выбирала определенную социальную сеть, в которой у меня в каждой из них есть свои сохраненные фотографии, мастер-классы и так далее. И там подыскивала себе что-то интересненькое. На этот месяц создавала это и в следующем месяце выбирала что-то другое. Вот я решила такое же повторить в YouTube, пока не ежемесячно, но там будет видно по моему свободному времени. Можете тоже присоединиться. Это, так скажем, не борьба с недовязыми, а борьба с невыполненными желаниями. Не то чтобы даже борьба, а их выполнение. Не просто захотеть, а и выполнить. А то они там уже запылились. Так, и тут еще, конечно, несколько пунктиков. Я так табличку махну, покажу. В общем, увидимся в следующих видео. Я надеюсь, вам будет интересно в этом году, как и мне. С новыми силами, с новыми идеями. И впустимся в путь вязания. Всем пока!